Дорогие зрители, я рада приветствовать вас на канале Harmony Nostre. Меня зовут Катерина, я видеоблогер из Австрии. Сейчас я такая розовощокая, потому что я только что вернулась с празднования 1 мая. Если вам интересно посмотреть, как же в Австрии австрийцы празднуют 1 мая, то оставайтесь вместе со мной дальше. Также, пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всех моих зрителей и подписчиков с 1 мая с Днем Трудящихся и с 9 мая с Днем Победы. Пожелать всем мира, добра и всего самого наилучшего. 1 мая по всей Австрии традиционно устанавливают майское дерево. Майское дерево – это как древо жизни. Это может быть высокая ель или береза. Устанавливается оно и в городах на площадях, и в деревнях возле крупных пенсионов и ресторанов. Процесс длится несколько часов. В моем городке, как вы видите, это полностью ручная тяжелая работа. После того, как дерево установлено, маленькие дети лезут вверх и срывают разноцветные ленточки, и получают угощения и призы. Другие австрийцы в это время веселятся, танцуют, поют. Вы видите, что в этот день они одевают свои национальные наряды. Сейчас вы увидите, как нелегко малышам сбираться на такое дерево. Это настоящее испытание. Эти мальчики не боятся ни высоты, ни синяков, ни ссадин на руках и ногах. С самого детства они учатся преодолевать трудности. Сейчас я немного прокомментирую происходящее. Вы видите, что малыш все-таки застрахован, но он сам самостоятельно ползет вверх по этому дереву. Вокруг собралась небольшая толпа из молодых людей. Возможно, здесь где-то рядом его отец и другие родственники. И все смотрят за происходящим. Пока этот отважный мальчик карабкается вверх, я вам расскажу о традиции, которую я слышала. Где холостые мужчины устанавливают такие маленькие майские деревья у домов незамужных женщин или своих любимых девушек. Такие майские деревья они украшают цветными лентами, и при этом каждый из этих цветов имеет определенное значение. К нему также полагается майское сердце с именем любимой девушки, которое они вырезают из картона или из дерева. Такое древо любви стоит до 1 июня, а потом тот, кто его поставил, его забирает. Если девушке нравится этот кавалер, то его приглашают на ужин или дарят ему ящик пива. А в других местах существует традиция, согласно которой мать девушки дарит парню пирожное, а отец ящик пива. А девушка награждает его поцелуем. Мальчика, который взбирается по стволу вверх, периодически подбадривают друзья, которые стоят у дерева и ждут своей очереди. Я думаю, им самим не терпится покорить побыстрее это дерево, и своими криками они не только подбадривают, но и поторапливают его. Тут вы видите, как ель полностью очищена от коры, за исключением верхушки, и украшена венками с красно-белыми лентами. Мужчина в шортах и в клетчатой синей рубашке осуществляет страховку малышей. Ребятам он уже не терпится вскарабкаться на ствол и сорвать свою заветную ленточку. Посмотрите, какое высокое это дерево. Погода еще тоже не сложилась. Идет дождь, сильный ветер, а малыш ползет, и никто ему не помогает. Но вот смотрите, он все-таки добрался до верхушки, и сейчас он пытается оторвать то ли красную ленточку, то ли белую. Он уже сам не знает, силы уже на исходе. Ноги, смотрите, все в кровавых ссадинах. Он уже всем своим весом пытается все-таки вырвать эти ленточки из венка, но у него ничего не получается. Вот в ход идут зубы, руки. Браво, малыш! Молодец! Посмотрите, какой находчивый. А взрослые внизу веселятся. Ура! Молодец! Сорвал ленточку, и теперь его спускают вниз. Посмотрите, какой он счастливый. Силы, конечно, кончились у него. Он высунул язык. Хорошо, что все так благополучно закончилось. Сейчас с него снимут страховку, и он пойдет получать свой сладкий приз. Девушки выбрали себе кавалеров и партнеров для танца. А один из них остался с носом, как говорится. Но это, конечно, постановочная сценка. Так что не переживайте особо за него. Хотя он очень эмоционально делает вид, что обиделся. МОЛИТАНСКИЕСКАЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Здесь наглядно видно, что австрийцы, как и австрийцы, все разные. Кто-то маленький, кто-то высокий, кто-то худенький, кто-то полненький. Они очень хорошо отрепетировали этот танец и очень гармонично все вместе смотрятся. Все делают синхронно, просто загляденье. А еще это их национальная одежда. Очень их всех украшает. Люди сидят в ресторанах, под деревом, на свежем воздухе, несмотря на то, что дождь. Наслаждаются шоу австрийской национальной музыкой. Едят сосиски, жареную картошку, пьют пиво и шнапс. Дети играют на детской площадке. Браво! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова